В офисе местного отделения партии «Единая Россия» состоялась встреча депутатской фракции «Единая Россия» при городском совете и главы района Михаила Токарева с его профильными заместителями. На повестке дня – вопросы жилищно-коммунального характера и благоустройства. Одним из центральных вопросов стал вопрос капитального ремонта подъезда в жилых домах по государственной программе. Суть ее в следующем. У жителей появляется возможность отремонтировать свой подъезд, что называется, со скидкой, причем существенной – в 40%. Эти деньги компенсируются госбюджетом при софинансировании местного. Входная группа, замена окон и почтовых ящиков, покраска, побелка, освещение и коммуникации – непременные условия капитального ремонта подъезда. Однако некоторые управляющие компании, мы с ними и ТСЖ, весьма неохотно входят в программу, объясняют – сначала надо вложиться, а потом получить компенсацию. Невыгодно. У власти здесь четкая позиция. Мы все понимаем, что управляющие компании – это самостоятельные юридические лица, которых, в принципе, выбрали жители, и они им доверяют. Но у нас есть управляющие компании, которые, на мой взгляд, не в полной мере отвечают по своим обязательствам, в первую очередь, перед жителями. Те компании, которые не идут на эти вещи, я считаю, они наносят определенный вред хозяевам тех домов, собственникам тех домов, которые они обслуживают. Назовите эти компании. Сейчас бы звучала компания Сикар, компания Пассад-7. Я думаю, есть определенные вопросы по определенным ТСЖ, и мы хотим все это… То есть, по моим оценкам, программа капитального ремонта подъездов сейчас на 2018 год, с учетом долгов 2017 года, примерно наполовину всего лишь запланирована. Программа капитального ремонта подъездов рассчитана на пять лет, и за прошедшие два года она серьезно пробуксовывает в нашем районе. Хочу обратиться к жителям. Если у вас есть такие факты, что вас не слышат, вы хотите ремонт, а управляющая компания не дает, не ведет нужную соответствующую работу, то обращайтесь к нам в совет, мы, соответственно, будем эту ситуацию поправлять. На днях некоторые управляющие компании будут приглашены на разговор. Им придется объяснить и районному руководству, и депутатам, почему нет желания ремонтировать подъезды по государственной программе. Ирина Белякова, Евгений Шевченко, программа События.